здравствуйте друзья сегодня у нас 27 апреля четверг и вчера примерно в 11 утра по вашингтонскому времени в киеве это было 6 часов вечера пишет мне смс знакомая которая одновременно является зрительницей моего канала зеленский только что имел телефонный разговор сих срочно давай комментарий но я так подумал эти есть в журналистике 2 2 профессии не раздельные одна репортера другая журналист ну третья там аналитик еще но будем считать аналитики журналисты примерно одно и то же так вот репортер он пишет о событии о фактах ну вот например там зеленский позвонил товарищу си он ему сказал то 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 си ответил то 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 договор то есть разговор продолжался там столько-то времени закончился бурными аплодисментами . но поскольку мы здесь с вами пытаемся заниматься анализом то для этого нужно какое-то время для того чтобы осмыслить события раз у нас это в аналитической службе говорили когда вот писали важный аналитический документ говорили нужно переспать с ним то есть ты закончил уже вроде все но не спеши оставила в сейфе на ночь утром придешь то еще дома подумаешь утром придешь ну и тогда можно выпускать то есть сегодняшнему видео я прочитал что говорят по поводу этого звонка зей и си что говорят враги что говорят друзья что говорят посторонние наблюдатели что говорят в китае сегодня я доложу эту обстановку но начну я вот чего вчера важное событие было командующий американскими морсками в европе генерал крис каволи выступил в палате представителей перед комитетом по делам по делам вооруженных сил выступал вместе с заместителем шефа пентагона по международному сотрудничеству уаландер селесты валандер ну в частности что важно выступление каволи которое противоречит тем появившимся последнее время сообщением американской западной печати с оттенками скептицизма по поводу перспектив наступления в ссу о чем я вам говорил и говорил что они не оправданы это какое-то нытье или хайп так вот генерал каволи или каволи разнес эти это нытье в сми западом в пух и прах по его словам более 98 процентов боевых машин то есть танков бмп которые соединенные штаты нато обещали в ссу для предстоящего наступления уже поступили они уже в украине 98 остальные два процента вот-вот подойдут кроме того наложена система снабжения как он назвал ее труба по которой продолжает и будет продолжаться в ходе наступления поступать необходимые боеприпасы что чрезвычайно важно просто критически важно для наступления а также вся остальная необходимая техника то есть генерал выразил уверенность в том что то что запланировано получила достаточно количество боевой техники для того чтобы успешно это осуществить а что запланировано это предстоящая атака в ссу и видимо в мордоре об этом знают этим объясняется плач рыдание пригожина публичные которым он практически кричит шеф все пропало через неделю они украинцы ринутся и будут резать наши фланги законодатели задали несколько вопросов представителям пентагона 1 по поводу f16 почему 2 по поводу почему не поставляют якобы не поставляют кассетные снаряды по поводу f16 генерал сказал но он повторил ту линию которую мы с вами обсуждали уже неоднократно но что интересно значит он сказал что в списке приоритетов на поставку оружия в украину самолеты вот это боевая авиация стоит аж на восьмом месте это трезвая оценка военных специалистов которые понимают но не просто там дайте почему не поставили они знают что нужно для того чтобы решить конкретные боевые задачи в рамках тех денег которые есть у администрации получившие эти деньги от конгресса от тех же законодателей которые сейчас задают эти вопросы на первом месте стоят средства пво и артиллерийские снаряды ну и как он доложил в пункте первом кого ли в этом смысле все нормально второй вопрос по поводу китая кого ли сказал что китай играл в общем стал си с путином затеяли не что вот это называется по-американски броманс броманс это не романс между мужчиной и женщиной но это не дружба мужчины мужчины это значит когда два мужчины отношения у них выше чем дружба но не доходит до гомосексуального этого ну как как контакта что-то так вот на грани но в частности пример в науке приводится как описание броманса отношений между петром первым и александром меньшиковым так вот значит вот этот броманс и что который выливал выливался в том что китай оказывал политическую дипломатическую экономическую помощь путину которая позволила ему начать агрессию довести ее до той ситуации в которой она находится в качестве злонамеренных действий китая в настоящий момент генерал и селеста валандар отметили стратегию китая по проникновению в европу используя кредиты различные экономические проекты ну практически покупая покупая себе союзников пытаясь таким образом потихоньку оторвать от западного лагеря западный лагерь это сейчас основной союзник украины но согласно баландар наступила свое время своего рода обратная реакция в качестве примера были приведены страны балтии эстония латвия литва которые отказались которые заявили о выходе из формулы 17 плюс 1 17 это европейских стран плюс 1 китай посредством вот этой формулы китай развивал свою концепцию шелкового пути или единый путь единый пояс ставящую целью привязать европу к китаю ну в общем решили что надо за китаем глаз да глаз несмотря на не на что и вот на этом фоне происходит телефонный разговор между си и зе ну так уже удобно да си зе пу пусть будет зеленский и си цзинь пин если кому нравится так больше то это дольше звучит договор разговор состоялся попова по инициативе как пишет китайская печать зеленского однако у меня нет сомнений том что это все было так организовано то есть не просто зеленский взял вот не могу жить больше сейчас я позвоню набрал и тут раз там оказывается сидит пин прямо возле телефона сидит все это было естественно организовано но подстроили так зеленский долгое время выражал желание поговорить ему сказали звоните сегодня есть возможность поговорить наверно так это все и было интересно интересный момент почему сейчас и что вообще о чем разговор там все говорят мирный план и даже представитель президента пресс-секретарь никифоров сказал что обсуждался план китайцы по-прежнему подчеркивают что никакого плана нет вот те 12 пунктов это не план это даже видение концептуальное изложение взглядов китая по украин ситуации в украине и даже более широкому кругу вопросу план обсуждался между макроном и си макрон по возвращении в париж дал указание своему помощнику подготовить соображение до сих пор он их не получил а получил он должен был еще их обсудить с товарищем си короче говоря плана нет вообще есть только идеи такие как облако в штанах знаете такое широкое глобальное хорошо чтобы все обжили долго счастливо и богато но состоялся разговор именно сейчас и китайские средства массовой информации подчеркивают что ну ссылается на цитату собственно говоря с того же си цинь цинь пина который сказал что мы проведем разговор с украинским президентом когда созреют необходимые условия так вот враги которых я послушал почитал то есть представители мордора синологи китаеведы среди них очень хорошие специалисты есть которые узнают масса фактов занимаются этим делом китаем всю свою жизнь но как писал ленин когда он писал о буржуазных ученых что им можно верить когда они пишут конкретные цифры конкретные факты но нельзя верить их выводам то же самое российским ученым специалистам которые работают на кремль то есть вот они говорят что почему сейчас этот звонок состоялся потому что вот россия вот-вот возьмет бахмут то есть великая величайшая победа и надо как-то ее зафиксировать и вот поэтому он и состоялся я позволю категорическим образом с этим не согласиться потому что но бахмут сами понимаете какая историческая битва полгода эта битва длится и и неизвестно когда она закончится а скорее всего и это следует из тех комментариев которые появились в китае это объясняется растущим скептицизмом в китае по поводу возможности путина и россии противостоять предстоящему наступлению в соу ну и дальше удержать свои позиции в украине потому что вот недавно вышли основная очередная порция документов пентагона и видимо она отражает позицию и точку зрения других спецслужб мира россия в нынешней ситуации вот на данном уровне сможет продержать свое там свои операции в украине военная на протяжении года что будет дальше неизвестно вот в этой ситуации понимая что больше ловить видимо товарищу пу в украине нечего и китай делает этот ход и фактически как бы дальше с вами разберем дело этот ход китай отходит реально отходит от москвы от путина и занимает место балансирая между россией европой соединенными штатами америки риторика за последний день после этого разговора весьма на китайском направлении изменилась это значит что сказал товарищ си это я вот взял из китайских средств массовой информации которые подробно это излагали общие слова то есть о плане как таковом нет ни слова общие слова что китай на стороне мира позиция китая принципиально и неизменно что только переговорами можно решить вот этот вопрос как они пишут конфликт в украине и что альтернативы нет что переговоры они эти переговоры будут длительными это как сложная паутина которых есть масса запутанных узлов но нет другой альтернативы как скрупулезно проявляя добрую волю прислушиваясь друг другу и к здравым мыслям разных сторон медленно неуклонно это все распутывать и для этого для того чтобы перейти от слов к делу си цзиньпин заявил что он назначил уже специального представителя ли ли хуэя который приедет в киев и начнется конкретная работа то есть вот это ли хуэй согласно китайскому замыслу это своего рода будет реинкарнация генри киссингера с его челночной дипломатией кто такой этот ли это кадровый дипломат в возрасте 10 лет был послом китая в российской федерации все это время при путине хорошо знают россию ведущих ее представителей в том числе и путина но назвать как это признают даже китаеведы мордора назвать его твердым то есть пророссийским или даже даже назвать его человеком си цзиньпина нельзя поскольку он был сформирован как специалист как личность то время когда китай проводил хорошую дружескую политику в отношении соединенных штатов америки процветал мир дружба жвачка то есть он и соединенными штатами неплохое неплохие контакты имеют и видимо это и определило его назначение то есть человек который знают обе стороны по большому счету не является приверженцем выявленным во всяком случае твердым приверженцем никакой из этих двух сторон и который может играть роль своего рода арбитром ну то есть вот генри киссингер наших наших дней это вот интересно мы потом поговорим кого же кого же избрал киев в качестве своего посла который отсутствует более двух лет в пекине официальный представитель мида россии захарова выразила грех как она сказала что кремле москве приняли к сведению готовность китая содержится содержаться содействовать переговорам с украиной то есть появилась единственная страна и китайцы вот захлеб это подчеркиваю что китай стал единственным страном единственной страной незаменимой как они говорят и реплейсабл который имеет нормальные отношения как они теперь считают с россией и с украиной который не готова жертвовать своими отношениями с украинами вниз не намерен настроить отношения с россией в ущерб отношения с украиной и наоборот готовы развивать сотрудничество с обеими сторонами это уникальная ситуация больше такой страны нет и вот 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 он восходящее солнце китайской дипломатии над земным шаром и американские средства массовой информации это категорически подчеркивает и также подчеркивает что звонок состоялся в критический момент перед долгожданным ответным ударом украины который может произойти уже на следующей неделе вот как это оценивают китайцы в противовес китайским прокремлевским синологом которые это объясняют предстоящим триумфом якобы который якобы произойдет наконец-то под махмутом и что вот китайцы хотят помочь россии застолбить ее позиции там и так далее си показал ночью описал хорошее намерение китая на право один обрели будут как я вам объяснил осуществляться бесконечно долго но он пообещал пообещал конфетку конфетка в виде всестороннего сотрудничества на основании еще важно вот что важно он подчеркнул это квинтэссенция всего вот этого документа из 12 пунктов за которые украина должна схватиться за горло и не выпускать потому что это за поднять для си и си опять я повторил или же понимаете или он не понимаю но я не могу понять что не поверить что он не понимает что это для него западня и если он так говорит он но наверное у него честное намерение то есть обещает жениться так вот пишет китайский печать си пообещал сотрудничество с украиной и сказал что взаимное уважение суверенитета и внимание территориальной целостности является основой китайско-украинских отношений он ни слова не сказал он даже россии слова не сказал даже не упомянул название этой страны также не сказал о вторжении типа у нее нет агрессии вторжение он это все не не упоминал не было сказано как будут проходить эти переговоры кто их будет организовать кроме того что этим делом будет заниматься лихуэй товарищи заверил зеленского что китай никогда не будет подливать масло в огонь войне и никогда не попытается использовать из нее извлечь из нее выгоду но то есть после этих клятванных заявлений руководителя китая которые в отличие там от его мелкого вассала в москве не гопник то есть я не представляю как после этого китай китайские государственные предприятия могли бы начать поставку летальной военной техники россии или даже компонентов даже компонентов чипов там и так далее для изготовления летального оружия на территории россии то есть это было бы настолько глупой дискредитации но я просто не 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 могу поверить что такое возможно при этом китайцы пишут что мы хотим показать мы хотим на деле опровергнуть западную версию которая существует на взгляд что происходит между россией и китаем так вот они хотят опровергнуть западную версию о том что пекин это сообщник москвы войне китай хочет разорвать на груди рубашку и продемонстрировать что мы честная страна великая страна мы единственный мире миротворец который может решить этот вопрос причем что интересно значит они они теорию под это подводят под эту позицию что запад и прежде всего соединенные штаты америки пытались представить китай как члена одного из лагерей то есть одной страны украины западные союзники другой россии вот второй этот лагерь мы не имеем отношения никаким лагерям заверил китайский представитель мы не предпринимаем никаких действий и не будем для эскалации конфликта мы всегда и сейчас тем более будем выступать в виде объективных посредников дальше потрясающая мысль была высказана мир должен быть справедливым и устойчивым основанным внимание на принципах международного права и уважение устава оон вот такая господа ситуация что еще интересно я нашел в китайских комментариях обычно китайцы поливают соединенные штаты как вот страна который поджигатель там они называют ее позицию в помощи украине как дуэльную то есть это дуэль между китаем между соединенными штатами россии при помощи украины китай по то есть соединенные штаты поставляют порох боеприпасы на этот раз на этот раз китайцы выражают удовлетворение что многие страны европы приветствовали вот этот звонок си и зеленского они очень хотят верить в успех этого мероприятия и называют прежде всего среди этих стран это франция германия некоторые позитивные элементы в соединенных штатах америки а также целая группировка стран шосс и брикс в лице бразилии турции то есть целая компания собирается во главе которых значит оказывается китай большое спасибо высказывается президенту франции макрону да помните мы обсуждали его визит в пекин так вот этот визит преподносится как весьма позитивным причем и со стороны пекина и со стороны европы ну в основном парижа то есть это говорят и пишут макрон который подвигнул си зенпина сделать этот телефонный звонок и это он поддержал си зенпина в этой миссии организовать вот такие переговоры обещал к этому присоединиться реакция представитель белого дома заявил что это хорошая вещь вот этот телефонный звонок но высказался в таком плане что надо будем посмотреть что из этого выйдет если вообще что-то и выйдет представители с назвал это важным давно нашим назревшим первым шагом китая представитель урсула фон дер ляйен это которая в виде кнута вместе с макроном посетила пекин и строго выговаривала си зенпину другим китайским руководителям за неконструктивную позицию в поддержке россии так вот ее пресс-секретарь сказал следующее руководство китая должно использовать свое влияние чтобы заставить россию прекратить агрессивную войну восстановить территориальную целостность украины и уважать ее суверенитет как основу для справедливого мира вот такие рамки для товарища си и в лице его целого китая построена в европе для его проекта шаг влево шаг вправо это уже это уже отход от тех договоренностей которые якобы были достигнуты ну то есть достаточно жесткие рамки которые то есть про хрустного ложа я бы сказал которым я с трудом представлен так представляю но китаю будет очень непросто это все сделать китайские средства массовой информации с удовлетворением отмечают что в европе некоторые лидеры сделали ставку на привлечение китая к мирным усилиям в украине а это раз то о чем я вам говорил то что идея состоит в том чтобы но так по большому счету я вижу так это инициатива запущена накануне наступления есть основания предполагать что это наступление успех он может иметь разные измерения но тем не менее закончится успехом в силу успех с этим может быть и грандиозным возможности для россии каким-либо образом перехватить инициативу на протяжении даже этого года а дальше тем более маловероятны вот после 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 вот этого наступления будет произведена оценка вновь сложившейся ситуации и если какая-то страна какой-то государственный деятель в мире может сказать путину вова надо признавать реальности надо надо уходить мы другим образом обеспечим твою безопасность то есть другого человека кроме си цзиньпина для этого ли нет вот на это надеется европа которая сейчас своих оценках она более эмоционально она но я не скажу что она находится в состоянии эйфории но чувствуется что это дравится то что произошло я между телефонный разговор европейцам нравится американцы не против но их где-то смущает видимо в глубине души что вот столько павто помогали 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 вложили столько денег и сил внутри страны там идет обвинение в одну и другую сторону те кричат мало далее эти говорят а вы нам денег до этого не далее там и так далее и вот в результате всего этого в результате миротворцем станет оказывается китай я очень сомневаюсь что так это в чистом виде и будет что китай вот отдадут эту пальму что ли золотую ветвь миротворца вряд ли у него у одного это получится видимо придется сыграть в коллективную игру но замысел судя по всему вот вот такой даже президент финляндии нисто написал в твиттере просто так хорошие новости как пишет south china morning post стратегия китая показать европе что он может играть более конструктивную роль в и в вопросах которые наиболее важны для европейцев вот стратегия то завоевание евро европы не через там военное давление путина попытались попытался синдзин пир использовать путина для этой цели и благословил его агрессию против украины не прокатило не получилось теперь китай переключается видимо принял решение явно то что читаю китайской печани это видимо четкое твердое решение надо завязывать с этим гопником ну нельзя его бросать конечно но 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 идти у него на поводу и помогать ему дальше а придется помогать все больше и больше для того чтобы держать его на плаву для продолжения агрессии против украины видимо уже не стоит надо применять надо применять мягкую силу редакционная статья редакционная статья рупора компартии китая global times которых отмечается то есть китайцы у них эйфория они упиваются своим успехом вот этот разговор это для них успех они подчеркивают последовательную дальновидную прагматичную позицию товарища си цзин пина и вообще пекина которые находятся все более четкий и громкий отклик во всем мире барабанная дробь барабанная дробь по мнению китайцев это прорыв теперь у них значит обе стороны единственная страна которая ведет переговоры с обеими сторонами их так называемого конфликта россия украина а также франция германия италия бразилия даже 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 турция опять вот global times подчеркивает что это это будет продолжаться видимо эти усилия будут продолжаться достаточно долго ну и нельзя было конечно что-то не сказать в отношении запада то есть следует отметить я почему вам это зачитываю это тут официозы китайские они читаются внимательно вдумываясь каждое слово иначе теряет смысл так вот я не понимает смысл каждого слова следует отметить пишет global times что после начала российско-украинского конфликта сша и западное общественное мнение вылили на китай много грязи и даже создавали плохие слухи запускали по поводу якобы нехороших отношений пекина с москвой пытаясь повалить китай но теперь образ китая как мирного строителя становится все более ясным справедливость восторжествует опять также global times другой статьи пишет что телефонная разговор в ходе телефонного разговора обе стороны призвали уважать суверенитет всех стран суверенитет территория на целостность и высказались против применения ядерного оружия тоже очень важно таким образом китай посылают очередной недвусмысленный сигнал путину о том что блеф это его единственное последнее самое стратегическое оружие в руках кремлевского сидельца блеф этот не работает и не должен использоваться то есть китай фактически лишает путина этого стратегического козыря который пытался до этого использовать но и эксперты китайские считают пишет та же самая global times что спецпредставитель назначенные си цзиньпином сможет принести значительный прорыв для политического урегулирования в украине вот какие большие надежды возлагаются на предстоящий визит этого лихуэя в китай и на его челночную дипломатию то есть со всех сторон позитивные отзывы китай захлебывается от радости это прорыв они уже считают что это колоссальный прорыв теперь надо иметь ввиду что им будет очень больно отступать обратно если окажется а если окажется что они попытаются рыбку мутной воде половить то это сразу станет ясно то есть уже карты выложены суверенитет территориальная целостность не применение ядерного оружия сколько я читал вот вчера и сегодня китайские средства массовой информации ни слова не было сказано по поводу российской формулы о том что безопасность должна быть единая и неделимая то есть это вот тот самый принцип который среди 12 пунктов китайцы его заложили при большой помощи просьбе путина нету такого права это одна строчка есть вот по поводу неделимости безопасности в одном из документов стамбульского протокола чем так между прочим это все прописано не указывая что это принципы никогда его не было и нет до сих пор но китайцы до сих пор они все включали это отражало в их планах пунктах российскую позицию это напрочь исчезло вообще нет то есть это колоссальное конечно изменение и так теперь все надежды на то как будут работать дипломаты как я сказал со стороны китая выбрали человека по его деловым профессиональным качествам он не человек си цзинпина он специалист по россии он знает как разговаривать с русскими лично с путиным и он может разговаривать нормально с американцами потому что его карьера формировалась именно тогда когда отношения между двумя странами были очень хорошими в этих условиях наконец-то я не погрешу против истины если скажу что ермак назначает вернее как назначил зеленский но подобрал кандидатуру павла рябикина на вакантную слишком долго вакантную должность посла украины в пекине как считается эту должность запропоновав андрей ермак по рекомендации алексея резникова достойные все люди мы хорошо знаем мы хорошо знаем по дерибану промышленных масштабах гуманитарной помощи и о золотых яйцах которые резников назвал в интервью эстонскому телевидению не коррупцией а дискуссии имеющий целью улучшить питание военнослужащих вот таким образом значит появился павел рябикин как следующий посол украины важнейший для украины момент что о нем известно впервые значит он засветился в качестве юриста игоря бакая нефтегазового олигарха я бы сказал одного из первых в истории украины он возглавлял нафтогаз украины при президенте кучмы я вам рассказывал о том что в моем распоряжении когда появились эти пленки кучмы которые при помощи бодигардов кучмы значит сделали по заданию фсб то есть фсб сделала при помощи его бодигардов записи разговоры которые там происходили я их прослушал в то есть фактически находился в кабинете кучмы так примерно от 500 до 700 часов невидимо находился прослушать что там говорили могу вам сказать что игорь бакай это один из крупнейших в истории независимой украины проходимцев он когда бежал из украины а бежал он в россию он утащил с собой ну так примерно 280 миллионов долларов это нефтегазовые деньги украинские деньги которые он пер что интересно что украина так по большому счету я не помню чтобы добивалась его экстрадиции естественно с такими деньгами приземлиться в москве без теплых теплых связей с российскими спецслужбами он не мог то есть его отношения с российскими спецслужбы были теснейшими еще когда он руководил здесь в киеве нефтегазовой индустрии но и упереть такое количество денег тогда это сейчас миллиардами воруют а тогда это было вот 280 миллиона это была чудовищная сумма так вот не отмывая эти деньги было ну практически невозможно то есть это был тогда еще один из центровых отмывателей с украденных огромных денег и юристом у него работал павло рябикин сейчас он да сейчас на должен сказать что бакай по-прежнему в москве затем судьба павла рябикина свела его с такими яркими представителями украинской влады бывшему как левочкин фирташ мартыненко ну фамилии все вам наверное уже и говорят что за люди и какими квалификациями должен обладать юрист для того чтобы с ними работать мартыненко есть информация о том что вместе с рябикиным мартыненко замутил компанию в швейцарии которая занималась отмыванием помимо всего прочего отмыванием денег за это даже был суд мартыненко и даже его приговорили по моему там 24 где-то ему месяца за это впаяли и даже была информация что какие-то определенные правовые действия швейцарской власти провели и в отношении рябикина но в отношении мартыненко ему удалось унести оттуда ноги но потом он занимался много много чем уже в киеве и в западных источниках говорится помимо всего прочего что занимая должность бориспольский аэропорт он получал незаконные выплаты от иностранных компаний таких как turkish airlines и катар airways за предоставлением преференции в аэропорту борисполь его также подозревали в связях с олигархами и коррумпированными чиновниками такими как какие люди игорь коломойский и александр грановский вот вам господа как говорится две большие разницы как китай относится к серьезному мероприятию подбирая посла под специальным поручением на это дело и каким образом подбирается соответствующий его визави с украинской стороны я вообще вот чем больше наблюдаю за действиями кадрового даже самый главный начальник отдела кадров администрации президента зеленского ни для кого не секрет является ермак но вот видите то есть что тут что тут комментировать подбирает кадры по своему образу и подобию общаем должен сказать что за этими переговорами которые представить нужен глаз до глаз чтобы это не превратилось в балаган как это было на стамбульских переговорах когда в рядах украинской делегации появлялись российские агенты которые информировали российскую делегацию я имею ввиду киреева и когда отдельные представители украинской делегации работали на абрамовича с тем чтобы снять с него санкции евросоюза что я могу сказать в качестве выводов к этому пассажу по поводу китая и так китай позиционирует себя как глобальная держава находящийся над конфликтом она отходит от путина и игра сейчас будет гораздо более сложной но что хорошо для украины там не должно быть военной или любой другой помощи в виде товаров двойного назначения который может быть использована россии против украины и это уже блестяще раша чувствует что земля уходит из-под ног судорожно пытается пристегнуть китай не уходите вот как-то так примазаться хотя бы хотя бы на уровне публичной риторики и пиара и показать что мы по-прежнему в одной лодке но этот вопрос становится все более утверждение становится все более и более сомнительным дальше план китая хотя он пока отсутствует но стратегическая так сказать линия как я ее вижу сейчас это долгосрочная дипломатия но когда говорят дипломатов должны замолкнуть пушки и вот здесь есть опасность что китай потребуют и будет настаивать на прекращение огня с тем чтобы дипломаты смогли плодотворно работать и здесь нужно четко понять когда до этого дойдет дело если смысл не является ли это ходом пекина не станет ли это ходом пекина чтобы дать мордору израненному стекающему кровью зверю передышку для того чтобы он залезал свои раны с новыми силами потом обрушился на украину не не является ли вот весь этот план вот не выливается ли он именно в эту главную стратегическую цель то есть тут нужен глаз на глаз экономика российской федерации не будет испытывать то есть получать поддержку такой степени чтобы она могла восстановить свой военно-промышленный комплекс и полностью восстановить ту технику которую она потеряла в результате своей агрессии судя по всему то есть россия переходит в стратегическую оборону это тоже очень важно понимать и китай судя по всему готов в этом ей помочь не жертвуя своей ролью как якобы независимый арбитр наблюдатель то есть китай вероятно рассчитывает на то чтобы посмотреть после предстоящего наступления как там ляжет фишка или карты ну и в связи затем разыграть свою карту так или иначе если совсем плохо будет путина ну можно его значительной степени приструнить прикрикнуть на него ну а если наступление к счастью для путина закончится статически примерно как сейчас ну тогда можно до бесконечности разыгрывать свою роль великого миротворца призывая общими словами хорошим значит результатом к всему хорошему против всего плохого и так далее вот еще один важный вывод который я для себя предварительно могу сделать то есть если в ссу не нанесут действительно серьезного крупного поражения мордору в ходе предстоящего наступления то китай вряд ли сможет вряд ли захочет уговорить путина уйти с временно оккупированных территорий для того чтобы китай это сделал успех в ссу должен быть весьма существенным хотя я вам говорил еще одна формула которую я могу я с вами делился уже я считаю что она в принципе рабочая потому что она создаст условия для капитуляции россии в украине одновременно давая возможность спасти путину морду лица то есть вернуться к чему к концу двадцать первого года когда мид российской федерации поставил ультиматум перед нато убирайтесь с границами 97 года но теперь никто на это серьезно рассматривать это не будет но может быть я вполне допускаю глобальное соглашение не только между украиной россией а глобальное соглашение согласно которому россия полностью уходит с украинских территорий включая крым она же говорила что украина собственно говоря единия это не главная проблема кремлям главная проблема это что через украину будут опасность со стороны нато а главная опасность это нато так вот она уходит со всех территорий украины а затем между россией и на восточном плане нато проходит создается типа демилитаризованная зона или просто отвод там войск на какое-то количество километров россии на восток в европе на запад и тогда значит пу может кричать при помощи скоробееву я настаиваю скоробееву и соловьева что это величайшая победа российского оружия опасность миновала ну и вот все собственно говоря вот такая господа ситуация которую я хотел вам изложить по этому поводу ну а во второй части по многочисленным просьбам я вам изложу свое свое видение дело полковника романа червинского этого а